Всем привет, доброе утро! Мы уже отелите в школу, промокли, но в этот раз всё обошлось малой кровью, совсем немного, совсем чуть-чуть мы промокли, зонтиками, всё хорошо, и сделали то, что запланировали сегодня. Мы сегодня спланировали сходить в библиотеку, мы спросили у местных, когда были в школе, у нас было мероприятие, и было у кого спросить, мы спросили у родителей, где здесь библиотека, нам рассказали, мы сегодня сходили туда, записались, нам провели экскурсию, сказали, что через пару недель нам выдадут карточку, которая будет действовать во всех библиотеках, в Лензии, как бы в любом можно воспользоваться. Нас больше интересовала, знаешь, там какая-то детская литература, нам всё это показали, рассказали, что, насколько можно брать, музыка, фильмы, мультики, в общем, всё это можно, там, по-моему, на неделю можно взять, но диски нам негде смотреть, на ноутбуках у нас не поддерживается, у нас нет дисководов, это надо DVD, какой-то проигрыватель брать, но пока, ну, сейчас современные, можно онлайн посмотреть в современном веке, как бы, вот, но это всё есть. И вот построили немного детские книги, но мы пока ничего не взяли, сказали, что мы вернёмся через недельку, подумаем и вернёмся уже, что-нибудь возьмём. Вот, примерно, мы решили, мы хотели сразу, но потом там есть, вот, типа, типа, как называется, читательский зал, где тоже можно с детьми прийти, там всякие пазлы, тоже книжки, всё это, всё это есть, вот, но мы решили потом, причём там библиотека, помечены книги, где Валенсиана, где Кастальяна, в общем, очень такая необычная библиотека, потому что там компьютеры, всё это стоит, именно общественная, ну, так интересно нам было всё это посмотреть, вот, ну, в общем, мы записались, и где-то, наверное, на недельку пойдём что-нибудь возьмём, подумаем, я вообще хочу, ну, поискать, что сейчас взять, что более лёгкое, чтобы именно для развития речи, чего-то, что-то такое, в общем, такого плана, и, ну, и детское, соответственно, потому что там много интересных книг про животных, много такого плана, то, что будет им интересно, ну, и как бы, и мы будем учить вместе с ними, в общем, вот так вот, такое приключение Мини у нас получилось с походом в библиотеку. Ну, что, опять мы промокли, ну, уже не так сильно, но всё же всё равно опять промокли, дождь то шёл, то не шёл, в обед был опять ливень, но сейчас опять он утихомирился, вроде будет несколько часов перерыв, потом заново на всю ночь, вот, так что, такая вот погодка у нас, и ещё в ближайший день будет также дождь лить, ну, мы не унываем, выходные хорошо, сейчас поставлю стирку из промокших вещей, уже буду стирать, чтобы как раз и сохло это потихоньку, за выходные, чтобы высохло, вот, и хочу приготовить вкусняшку, это что-то типа макароны-удон, только в домашнем исполнении, и из того, что есть. Посмотрела, у нас как бы всё есть, и, наверное, я пойду их приготовлю, попробую, потому что я ни разу не делала, вот, ну, наверное, покажу вам, как я буду это делать, так что пошлите к этому. Лук с чесноком я уже отправила, они в масле поджариваются, и сейчас я буду нарезать остальные овощи, перец, морковку и мясо, и всё это тушить, и ставить уже макароны. В общем, очень долго получилось, что я резала морковку, всё равно она получилась не вся прям одинаковая, но более-менее соломкой, вот так вот, в общем. Это надо было, наверное, заранее сделать. Вот такой вот красивый, прям натюрморт целый, с ярким перцем. Сейчас я его тоже буду отправлять уже в сковородку, и уже потом буду нарезать мясо, и отправлять мясо, ну, в сковородку к кастрюльку, всё это жарится, поджаривается. Мясо я порезала вот такую вот соломку, немножко в длину, и сейчас тоже его буду отправлять туда, к овощам, чтобы они, ну, немножко поджарилось, всё это дело, а потом уже буду добавлять соевый соус, всё это там разбавлять, и уже тушить. И как раз сейчас буду ставить воду на макароны. Всё, я уже добавила туда три ложки соевого соуса, чайных ложек, и три четвёртых стакана воды. Вот всё это сейчас я буду накрывать крышкой, и будет он теперь тушиться, пока овощи уже до конца приготовятся, и должен загустеть весь этот соус, и это поджарить, конечно, загустеть, ну, и теперь уже, когда я сейчас буду туда лапшу пить. Ну, вот такая, в общем, получилась лапша. Макарона очень вкусная, очень даже похожа на то, что подаются в ресторанах, по крайней мере, то, что мы ели в России. Очень похоже. Только я добавила ещё немного соевого соуса, попробовала, мне показалось, что маловато по вкусу, поэтому я добавила ещё пару ложек, наверное, да, так вышло, ну, всего ложек пять или шесть, ну, так это примерно. Вот, в общем, обалденно, мясо, всё-всё-всё приготовилось. Немного паста не та, немного макарона не те. Мы взяли непрямую, которая называется удона, просто длинную яичную лапшу. Она, как бы, тоже вкусна, всё, но в следующий раз мы хотим попробовать взять именно пасту удона, которая лапша именно идёт специальная к этому блюду. Ну, а так, в общем, очень вкусно, и это сегодняшний наш ужин. Вчера я только сказала, что мы перешли на более лёгкое питание, салатики по вечерам, как блин, вечером сегодня мы кушаем макароны, такие вот, лапшу-удон. В общем, ну, бывает иногда и такое. Всё-всё, буду её кушать, и если кто-то кушает, то всем приветом аппетита! Ну что, давайте уже прощаться, у нас уже ночь, я собираюсь отдыхать, впереди выходные, желаю вам, если у вас ещё тёплые деньки, наслаждаться этими тёплыми, притёплыми деньками, ловить эти лучики солнца. Если у вас плохая погода, то согревайтесь в хорошей компании, друзей, родных. Вот, ну, не знаю, что мы будем делать на выходных, возможно, ничего не будем, потому что погоду нам всё так же обещают плохую. Вот, так что вот такие вот дела, буду я на этом прощаться, поэтому всем спасибо за просмотры, лайки, комментарии, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok